Так, друзья, сейчас немножечко камерку поправили и можем начинать. Здорово, здорово, дорогие друзья, с вами Булкин, добро пожаловать на мой канал, педали под ногами, руль, хотел сказать, в кармане, но нет, руль в карман, конечно, ей поместится, да и не нужно это, друзья, потому что для настоящего гонщика, конечно, важно, чтобы руль был у него в руках. Друзья, всем приятного аппетита кушает, всем приятного просмотра, это Гран Туризма 7, у нас, конечно же, продолжаются наши сложнейшие испытания в нашем учебном центре, мы получаем лицензии гоночные и что-то новенькое осваиваем. Друзья, ну, опять же, я не знаю, как это работает, это, знаете, какая-то вот аксиома, дилемма, теорема, неважно, не буду вспоминать математику, короче, это реально факт, вот просто это факт, что если лайкусики набираются под видосиками, то и новая серия себя не заставляет долго ждать. Это реально рабочий факт, можете проверить, в общем, международная Б тем временем, друзья, если я не ошибаюсь, ну, точнее, я-то не ошибаюсь, на всякий случай, да, надо проверить. Все, мы прошли, этот АМГ-ГТ осилили и, друзья, как бы это грустно ни звучало, но половина почти что позади. Ну, ничего, не расстраиваемся, потому что я уверен, что будет сложнее, будет тяжелее и на следующие испытания у нас будет уходить все больше и больше времени. Все, долой разговоры, все готовы, все, у всех, надеюсь, тоже боевой настрой гоночный. Феррари ГТО, 1984 года, аутодрома Национале Монса, мастер IB1, скоростные повороты. Ну что, чем же меня сегодня хотят удивить? Галло, IB1, это скоростные повороты 1, на этот раз вы пройдете, короче, я не знаю, как его озвучивать, поэтому неважно, у них советы вот эти вот, знаете, один раз сказал, потом еще раз повторил зачем-то, как будто я с первого раза не понимаю, что от меня требуется. Да, 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 аккуратно газом работать, нет, сейчас, зачем мне эти советы, ну что такое, я не понимаю, ну что такое. Так, все, проверили, все выключено, все отключено и, друзья, без лишних слов начинаем. Итак, какова вероятность, что прямо сейчас, друзья, звук идет хоть? Надеюсь, идет. Так, я, 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 должен идти. Нормально, 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 а безошибочной первой не бывает, первая безошибочная не бывает, друзья, так оно не работает. Оно так не работает. Так, все точно нормально? Слушай, по-моему, есть вопросики, сейчас я кое-что, кое-что уточню, подожди, давай попробуем проехать. По-моему, по-моему, должно все писаться, я надеюсь, я нигде не ошибся так. Слушай, ну это ты понимаешь, да, что уже на скоростях мы едем. Все, мы уже едем на скоростях, уже шутки в стороне где-то остаются, потому что... Отлично. Ну можно было, кстати, не ссать, можно было еще как бы по-х, по-более по-храброму выходить из этого поворота. Так, подожди, ты понимаешь, что если бы я чисто в теории сейчас не отлегся вот на проверку звука, то, наверное, даже с первого раза я бы сейчас как бы вот эту Ferrari бы, ну как бы, все было бы хорошо. На всякий случай проверю, а то были у нас тут это самое, помнишь, да, как я на Peugeot в тишине проехал, вроде все пишет, но лучше перебздеть. Дорогие друзья, действительно произошел маленький, маленькое недразумение, но вы даже его не почувствуете, я тут все исправил, как говорится, я парень рукастый, все хорошо, микрофон записал, игра записана была, все отлично. Итак, друзья, ну это какая-то разминка, честное слово, я-то думал, знаете, как-то я буду как-то вот страдать, что ли, а тут как-то все очень легко. Кстати, в комментариях, друзья, вы мне написали, что все-таки я могу смотреть где-то, подожди, давай, кстати, попробуем посмотреть, где-то, короче, есть таблица, и можем смотреть... Рейтинговая таблица, ну просто 10 лучших. А я какой? 0,21, 379, это первое место? Так, ребят, предлагаю потом... Блин, а тут нельзя посмотреть, да, какой я? Ну типа, я понимаю, что среди друзей я первый, а какой я здесь? Никак, да? То есть это топ-10 просто? А, это просто топ-10, он не показывает, к сожалению, какой я в мире. Ребят, ну потом, давайте как-нибудь, когда зафиналим, или, например, если хотите, мы можем в следующей серии, но я думаю, что лучше, когда зафиналим. Мы как-нибудь в финальной серии проверим, насколько у меня, например, по рейтингу... Слушай, а можно я хоть еще один раз проедусь? Потому что это была реально халява, то есть я проехал далеко не идеально, в моем понимании. И если тут нужно скинуть 0,6, для того, чтобы быть первым, или хотя бы попасть там в топ-10, мне кажется, это очень халявное испытание. Возможно, просто... Попробовал на агрессии, и вот чем это закончилось, друзья. Вот чем закончилась моя агрессия. Я думаю, что мой призрак меня сейчас догонит, потому что, конечно, я потерял на торможении. Потерял, и... Это должно быть хуже. Ну да, да. Ну, кстати, нет, это лучше, чуть-чуть лучше. Чуть-чуть лучше. То есть, ты понимаешь, я два раза проехал, как бы... Один раз просто сразу на золото, второй раз вроде с ошибками, но тоже на золото. И как бы мне нужно скинуть... Сейчас я просто... Я понимаю, что вы не любите, когда я начинаю один и тот же момент по куче раз проходить, пытаться. Но просто мне очень... Ну да, с ней шутки плохи. Я просто решил попробовать, что если я замедлюсь вначале, а потом как бы попробую именно на ускорении, на выходе поехать быстрее. Слушай, ну, я уверен, что в топ-10... А, не буду говорить, слишком громкое заявление будет. Давай просто попробуем еще парочку раз. Получится, не получится. Опять позднее торможение, позднее торможение, позднее... Ага, зато... Какая она, а? Какая она? Ты смотри, ее реально прям заносит. И нифига, смотри, все равно та попытка была лучше, ты прикинь? Казалось бы, мы пытаемся на выходе как-то... То есть я реально словил баланс. Вот так вот, друзья. Мощные машины мне вроде как даже подвластные. Слушай, не, я нормально прошел, кстати. Я просто понимаю, как тут можно... Все, последний раз пробую, чисто свою тактику проверить. Понимаю, что не получается, мы не тратим время, потому что я понимаю, что вы хотите больше экшена. И как бы самая главная задача все равно была выполнена. Мы не пытаемся попасть на первую строчку в мировом рекорде. Как бы этого, да, не хотелось, но... Просто сейчас попробую, вот как бы... Не знаю, не знаю, пока не понимаю. Пока не понимаю, честно говоря. Ну, давай попробуем просто проехаться. Лучше, наверное, чуть-чуть, да? Ну, чуть-чуть. Но это не 21300, друзья. До этого у меня как бы, видимо, далековато. Ну, такое... Слушай, то есть, получается, я с первого раза, в принципе, понял этот сценарий, вот эту задачу. И как бы проехал, действительно, главное на золото и все. Ну, чтобы попасть в топ-10, соответственно, 21400 хотя бы нужно. Это реально. Я думаю, что это реально, учитывая, что я проехался пару раз. Вот как бы, как пример, что, наверное, если очень сильно постараться, я в какой-нибудь бы топ-10 залетел. Но, друзья, вы будете, я думаю, что недовольны, если сейчас посвящу всю серию этому. Поэтому мы продолжаем. Корвет ZR1 C4 89-го года какая-то тут опять скоростной какой-то поворот. Опять нас заставляют на каком-то старее кататься, понимаешь ли. Сначала Феррари, теперь немножечко Америки в виде Корвета 381 лошадиная сила. Да-да-да, притормознув, не притормознув, перебзнув, блядь, сейчас мы все разберемся. Что он там на это самое... Мне реально советы раздражают. Так, вот эта приборная панель сейчас, смотри. Вот она. Ты прикинь, какой это был космос в 89-м? Это просто же космос. Это реально космос. Так. Я пока на... Я пока на... Нет, я лучше на сейве проеду, пойму вообще конфиг. Так, и здесь вот резкий, да, получается будет. То есть вот здесь мы как бы тянем-тянем, и вот тут уже на торможении... Нужна ли вторая, вопрос. Мне кажется, здесь на третьей можно это все сделать, нет? А-а-а, вот такая вот шпилька. Ну все, я понял. Ну я проехал на диком сейве, я думаю, что это может быть даже бронза, потому что очень медленно, медленнее, чем нужно было. Да, это бронза, это бронза. Ну мы хотя бы поняли задачу, потому что, ну с первого раза такой сложный закрытый поворот, непросматриваемый. Его было бы сложно понять, я просто бы вылетел. Давай попробуем теперь. Значит, соответственно, здесь мы можем намного смелее идти, но дальше главное уже... Ага. Я-я-я, можно четвертый, можно четвертый. И вот здесь, вот, вот здесь, вот, вот здесь мы на внешку, и вот тут уже... Да-да-да-да-да, с ним шутки плохи. С ним шутки... Нет, плохо, 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 все равно плохо, очень медленно, но... Получше, чем первый раз! Ух, так, я даже... А, вижу, вижу призрака, я даже, по-моему... Ну слушай, это может быть даже не серебро, смотри, это будет сложно. Это будет сложно, я вам могу сказать. То есть секунду я теряю, соответственно, первый поворот мы идем более... Больше на агрессии, дальше нужно просто... Нужно попадать. Машина такая, не из приятных, в том плане, что... Очень валкий, конечно, корвет. И... Могло быть, как говорится, лучше, да? Так. Нет, я слишком рано начинаю тормаживаться, и даже если мы здесь как бы разгружаем... Очень хитрый поворот. Очень хитрый поворот. Ты видишь, что я здесь не... То есть он... Он идет сначала такой, как бы, да, закругляет, закругляет, а потом ты резко доворачиваешь. Это как бы... Я что-то мысленно пока не привыкну к этому. Сейчас давайте мы все сделаем, друзья. Конечно, конечно. Вопрос не может быть. Конечно, мы все сделаем. Вопрос только с какого раза. Здесь вот так вот немножечко хулиганим газом. И в целом мы сюда попадаем. А вот здесь предлагаю попробовать вот а-ля такую траекторию, чтобы сюда я... Вот, вот, вот. Агрессивно? Ну, кстати, мне кажется, в этом есть правда. Ну-ка, помогло ли нам это? Это нам помогло! Ты смотри, как агрессия зарешала! Ты понял, как я все рассчитываю? Я хочу повтор посмотреть. Я хочу хоть посмотреть повтор. Ты понял? То есть, безусловно, в гонках ты теряешь эти миллисекунды на скольжениях. Но иногда, когда машина у тебя вот такая вот корова, и ты понимаешь, что есть законы физики. Если немножечко попробовать их обмануть, а именно, то есть я... Ну, вот сейчас смотри со стороны. Здесь проблем нет, и то можно было лучше. В целом нормуль. Нормуль. С газом пошалили, похулиганили. Опа, смотри, вот сейчас вот, смотри, разгружаю жопу. Оп! Небольшое скольжение, и я вписываю сюда, куда нужно, и здесь еще закидываю, и прям ровно выпрямляюсь. Я даже как-то, знаете, даже похвально. Я тут немножко съехал, потому что я офигел от того, что у меня все это получилось. То есть я сразу понял примерно машину, понял, как с ней можно шутить и не шутить. Даже немножко, знаете, прям горжусь, что так хорошо получилось. Но я думаю, что 28500-то точно пацаны едут, да? А вот, пожалуйста. А, вот, пожалуйста. А-а-а-а. То есть ты понял, да? Если вписываю... Нифига, там араб 27900. Ну, понятно, что, опять же, если сравнивать с... Ну, прикиньте, мировой рейтинг. Кто там только не играет, какие там рекорды не ставятся. Ну, в целом, за несколько попыток золота мы добились, это хорошо. Ну да, согласен, согласен, что если я буду так поглядывать в этот топ-10, мне захочется туда попробовать попасть. Кстати, знаешь, что? Давай посмотрим. Сейчас, одну секунду. Я помню одну лицензию. Одну лицензию я помню. На чем же она была? Вот пом... Да. Да? Оно? Да, 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 да. Вот его я от... Я, короче, даже у себя где-то делал посты. Я очень много потратил времени. А тут мой рекорд остался. Да, 16984. При 17500... Я помню, что я... Дня два сидел по несколько часов и пытался это пройти прям, ну, круто. Чтобы вот максимально отработать, максимально улучшить время. И с 17 я очень долго пытался выехать. Я почему запустил? Потому что хочу посмотреть. Ну, конечно, я не в топ-10, я уверен. Но все-таки... Ну, нормально, пацаны, едут. Нормально, пацаны, едут. Смотри, все равно 0.3... 0.3 у нас разница. Но, на самом деле, вот так вот сейчас, если... Говорить вот даже про этот корвет. Это, конечно, сложнее вытачивать на топ-10, нежели, например, то, что мы прокатились на GTO. На GTO, мне кажется, что это более реально. Там, типа, не такая большая разница. Да, ее тоже надо будет потрудиться скинуть. Но, ладно, опять же. У нас не об этом речь. А тем временем заснеженные трассы, друзья. Как подсказывает практика, почему-то, гран-туризма очень сильно занижает, точнее, завышает требуемое время. То есть, я к тому, что, скорее всего, должно быть легко. Но, возможно, нет. Возможно, здесь придется попотеть. Друзья, Impreza 22B STI. Ну что, главное сейчас понять трек. Остальное, вроде как, должно получиться. Прикинь, 210, идем по... Блин, да я не знаю уж, как тут поворот этот... Ну, теперь примерно вижу. Примерно вижу. Давай пробуем с минимальным количеством скольжений. Вот тут уже можно раскуляться. Доворачиваем. Хорошо. Третья в осечке, четвертая. Хорошо, идем. Корректируем немножечко угол, чтобы попасть. Так, здесь, я так понимаю... Ага, 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 ага. Ну, я не думаю, что это идеально будет, но посмотрим. Долговато я ехал, ребята, долговато. Это аж бронза, смотри-ка. Не, все, беру свои слова обратно. Не всегда форза в подобных ситуациях завышает время. Это будет... Три секунды. Это вот так вот я, получается, аккуратничал, да? Давай смотреть. Соответственно, что мы можем сделать? Во-первых, мы можем сюда более рискованно подъехать. Здесь уже тачку начать в какой-никакой. Улетели слишком далеко, но выправим, выправим, выправим. Сейчас все равно за счет агрессии, я думаю, пройдем лучше, чем в первый раз, но... Этого мало, друзья. Так, здесь максимально прижимаемся. Стараемся, чтобы тачку не снесло. Притормаживаем, притормаживаем. Не впишусь. Ну, плохо, плохо, плохо. Это плохо, друзья. Это плохо пока что. Это пока что плохо. Лучше, чем было, но даже, наверное, не серебро. Я так понимаю. Слушай, вот это интересно. Я просто вспоминаю, как были... Не в мастер-лицензиях какие были задачи на подобной поверхности. Здесь то, о чем нам говорили в самом начале. Когда мы запускали мастер-лицензии, вы помните, там было сказано про скользкие покрытия, про засниженные покрытия. И вот оно... Сейчас пробую несколько тактик разных. Сейчас посмотрим. Выход у нас, конечно же, лучше, потому что мы здесь уже... Ага. Пробуем, пробуем, друзья. Здесь такая, как бы, когда поверхность, конечно... Очень хитрый поворот для снега. Очень хитрый поворот. Опять же, чуточку лучше мы проехали, но... Нужно скользячки куда-то девать. Иначе мы так сейчас очень-очень-очень долго будем кататься. Пока что, друзья, даже не серебро. Но прикинь, прикинь, вот это мне нравится. Спасибо разработчикам, что они задали такую планку, что сейчас ты понимаешь, что ты... Ого-го, должен постараться. Друзья, какая самая сложная лицензия? Попробуем со скольжениями. Не думаю, что это даст нам что-то. Ага, выход, естественно, там был лучше. Сейчас посмотрим, где мы можем просто еще, еще, так скажем, сэкономить. Как же не хватает из-за... Прикинь, я еду хуже даже. Охренеть! Так, окей, давай попробуем... Давай попробуем режим разгульный. Назову его так. Сейчас мы попробуем поработать на красоту и посмотреть, в какую пользу это сыграет. Ладно, ладно, ну не настолько на красоту, что бэкварды делает, но, ребят, ну я не мог просто... Я не мог этого отказать себе удовольствия, закинуть в суп-ару на скорости 210 по льду в такой поворот. Эх, вспоминаю свою молодость. Не было бы, конечно, тогда возможности кататься на полноприводных мощных машинах, но очень хотелось бы, конечно, в реальной жизни тоже так позакидывать тачки полноприводные. То есть она, в принципе, начинает ловить зацеп. Видишь, моя проблема основная, что я пока не прочувствовал тот момент, как мне ее закинуть, чтобы выйти максимально эффективно, не тратя время на эти скользячки. А давайте ради эксперимента попробуем пройти без сносов. Ну или хотя бы с минимальным количеством сносов. Как бы это было? Итак, допустим, вот у нас... Я оттормаживаюсь. Все это время я там скользил. Здесь я уже на четвертой, на выходе. Примерно та же ерунда. Да, скорость может быть чуточку побольше. Что будет, если мы попробуем здесь? Ну, видишь, на снегу это не работает. На асфальте, да, ты можешь повписываться в повороты, компенсировать вот эти скользячки и так далее. Ребята, у меня прямо это сейчас немножечко, знаете ли, становится уже не по себе, потому что я, конечно, понимаю, что я многое делаю не так, но когда тут как бы такая скоростная штука... Так. Пробуем, пробуем, пробуем. Только пробами мы можем чего-то достичь. Ну, это, наверное, будет лучше, конечно, но, ребят, да идеал это еще идти и идти, еще шагать и шагать. Вот в чем проблема. Это серебро. Наконец-таки с трудом! Знаете, друзья, когда такое покрытие, конечно, особенно в реальной жизни, то есть Гранд Туризм классно, очень классно передает, на самом деле, снежное и ледяное покрытие, но вживую есть еще куча нюансов. Но те, кто вот, если удавалось вам поездить там, ну, пофаниться, да, попробовать понять машину именно в снегу, допустим, да, и на льду, те прекрасно понимают, что я сейчас имею в виду. То, что машина... Видишь, какой у меня выход там был? И здесь, соответственно, я тоже режу зря, потому что я должен заходить. Оп. Вот этот поворот меня пока больше всего бесит, потому что я понимаю, что скользячка как бы плохо, но я ничего поделать с этим не могу. Короче, в реальной жизни, объясню для тех, кто не катался там по снегу, по льду, именно, да, на площадках где-то там что-то как-то позаниматься, контраварийное вождение, либо просто для себя понять автомобиль. Сейчас, очень сложно, на самом деле, думать и говорить. Я пытаюсь, друзья. Короче, суть в том, что в реальной жизни еще очень многое зависит от покрытия, потому что лед, он бывает разный. Где-то сильнее во льду все, где-то, соответственно, чуточку лучше выход, но все остальное было не очень. Возможно, обгоню за счет выхода, но не факт. Это сложное испытание, друзья. Это откровенно... Мне нужно скинуть секунду. Прикиньте, я сейчас теряю секунду здесь, на прохождении этой лицензии. Я, честно, даже не мог предположить, что они сделают настолько сложную лицензию, конкретно по снегу и льду. Это огромный им респект за это, потому что... Я сейчас пробую, я пробую, пробую, просто посмотрю, что будет, если я, допустим, не теряя скорости, по внешке, просто что... Слушай, да, 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 так и надо было. Ты смотри, насколько я еду уже. Неудачно второй поворот, но первый намного удачнее. То есть мы по внешке идем, за счет этого не теряем скорость, и нам как бы проще дальше. Ну, полсекунды, еще загадка. Для меня пока загадка больше второй поворот, я действительно его не могу раскусить к своему стыду. Классно! Вот это то, чего я реально ждал в мастер-лицензиях, друзья. Это то, чего я и хотел, попотеть именно где-то на снегу, покататься. Так. Действительно, мы же можем не терять скорость, а просто вот так вот выходить. Ну-ка, давайте попробуем побороться со вторым поворотом. Бля, очень сложно у него писать. Он очень хитрый. Ну, понятно, что тут засчитали, но по факту это уже грязное прохождение. То есть, ты понимаешь, без сноса это сделать практически нереально. Так, давай попробуем еще немножко, не теряя скорости. Видите, просто в голове сразу сидит эта мысль поработать на красоту. Бля, типа, жестко. Ну, это жестко. Это как бы немножечко, так скажем, мягко говоря, неправильное прохождение. Как минимум, то, что я подшипал все столбы. Ну, посмотрите, насколько это быстрее. Насколько это уже сразу... Ну, бля, ну, это грязь какая-то. Все столбы к хуя, мы разлетелись. Да, я еду намного быстрее, но мне хочется это пройти просто для себя максимально чисто. Друзья, это грязное золото. Это просто как бы, ну, сейчас, извините меня, тут на исполнении. Просто... Не, давай сделаем это красиво. То есть, ты прикинь, сейчас в голове, вот, когда сидела эта штука насчет красивого прохождения, по факту, здесь, в этом повороте конкретно важно, что мы... Ну, столбик похуй и то, как бы, смотри, сколько я сразу потерял. То есть, смотри, как я на внешке тогда выходил и как мне получилось сейчас выйти. Идеально, то есть, прошел. Без потери как раз-таки здесь уже ничего, к сожалению, не поделать. Мы можем как-то пытаться вырулить, но... Сейчас, просто еще одно. Хочу еще закрепить, чтобы, как бы, показать вам, что это было не случайно. То есть, видите, вот этот затяжной поворот? В голове, во-первых, сидит мысль, что ты на полноприводной машине и хочется как-то пошалить как-то красиво туда. Это я уж переборщил. Это так, 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 не надо делать. Не надо так делать. Это сейчас не в сказке, Саня. Давай нормально сделаем. В голове сидит, да, вот это исполнение, а-ля как-нибудь ее закинуть под 90 градусов, красиво пройти. Да, безусловно, но, блядь, как это влияет на... Так, ну, допустим, тогда было удачнее. Корпус я себе привожу. Было как-то прям реально, хоть эти столбики я посбивал, еще, конечно, в этом супер страшного... Ну, здесь хотя бы не коснулся, здесь хотя бы не коснулся, и будет ли это золото? Будет ли это золото, и это... Да, это золото все равно. То есть вот теперь хотя бы без касаний каких-то грязных я это сделал. Это очень классный сценарий, который позволяет понять автомобиль полноприводный, довольно мощный. Как же правильно, да? Как убрать из головы вот это вот прохождение на красоту? Как убрать из головы то, что ты должен как бы, да, вруливаться как по асфальту? На самом деле решает то, сколько ты конкретно... Ну, столбик чуть-чуть качнулся. Сколько ты теряешь времени на том или ином повороте, сколько ты теряешь скорости. То есть ты должен соблюсти вот этот вот момент с зацепом и с правильным скольжением, чтобы... Не задел же? Не задел ничего, ничего не задел. И с правильным скольжением, которое тебе как раз-таки в плюс сыграет, а не в минус. Блин, очень классно. Я надеюсь, что еще нас ждут... Ждет далеко не один такой сценарий. Именно по снегу. Блин, прям вот вспоминаю свою реально молодость на восьмерочке, как я гонял. Конечно, на льду что переднеприводный, что заднеприводный автомобиль, что полноприводный воспринимается абсолютно по-разному. И нужно к каждому привыкать, к каждому учиться. У меня, к сожалению, опыта много. Да у меня вообще, в принципе, не было в моей юности опыта управления полноприводным автомобилем. Так, ну что, тем временем, друзья, возвращаемся на асфальт. Легендарная Honda NSX Type-R и траектории. Это будет интересно, потому что NSX сама по себе машина такая... Ну, неоднозначная. Нет, конечно, легендарная и внешне она меня привлекает, но сама по себе, то есть задумка, да, сделать а-ля спорткар, но при этом это вроде и не спорткар. Ну что, давай выкручивают до отсечки. Ой, как он хорошо стоит на дороге. Так, подожди, подожди. Давай в чудеса только мы... В чудеса не будем верить, что как бы все возможно, да? Понятно, что машина неплохо стоит, но есть законы физики и сейчас... Неплохо, на самом деле, вписывается. Грязновато, размашисто еду, но до первого раза на автомобиле, я думаю, что на серебро там и должны попробовать проехать. Вот тут мы уже потеряли кучу времени. Выкручиваем, выкручиваем и... Серебро, да, серебро. Полсекунды действительно там вполне можно сейчас где-то выручить, где-то найти, и мы сейчас попробуем это сделать. Кстати, да, сейчас надо бы посмотреть, я что-то тупанул. Рекорд. Я думаю, что пацаны, которые прям... реально... Сейчас, извиняюсь. Хочется, что я есть рекорды на VRX. Мы не посмотрели совершенно, кто как там... Вот это уже, как бы, да, уже хотя бы более-менее. Можно лучше. Вот здесь, опять же, да, потеря, потеря времени, потому что присал немножко газ нажать и... Получше, но этого недостаточно, друзья. Да, как минимум не агрессивный у меня выход, хотя там машина позволяет, она уже никуда не девается из-под контроля, и можно попробовать... Такое-такое, да? Эстетическое удовольствие немножко боком, ничего страшного. Главное, что мы с траекторией особо не вылетели. Эстетическое удовольствие как ты получаешь, да, когда ты вруливаешься в тот или иной поворот? Плохо-плохо. Уже вот она, потеря, и все. И сейчас я думаю, что призрак нас обгонит, да. Вот ты понимаешь, вроде ты... Вот ты вроде законтролировал, ты вроде соскользнул немножко, но доли секунды потеряны, и все, Санек, до свидания. Не попал, не попал. Хуже. Не попал, и уже сразу второй не попал. Размашисто опять начал ехать, опять начал... О, нет-нет, до свидания, до свидания. Лучше заново действительно начать. То есть, вот ты даже просто не попадая в первый поворот, у тебя сразу второй минусуется. Понятно, что мы призрака не увидели, потому что там были... Действительно, вот... Не попал все равно. Машина, на самом деле, позволяет как бы открывать газульку и ехать как бы агрессивно. Просто главная вещь не заигрываться. Мы сейчас попробуем просто ее прочувствовать, потому что изначально я прям поехал безопасно. Сейчас давай попробуем, вот допустим, если все-таки мы сюда заходим. Вот это будет лучше, я думаю, это будет... Как-то она не в тему словила зацепы в ряду. Я просто понимаю, что... Я просто понимаю, что... Я ее должен вроде вырулить, но я понимаю, что я уже как бы потерял время, но ты веришь потом до последнего. Так, все, я понял. С ней можно. Можно с ней немножко пошалить. Не так уж сильно ее нужно бояться. Смотри, давай сейчас попробуем. Ничего страшного. Зато выход, выход совершенно другой. И здесь мы смотрим... Оп! Уже быстрее. Грязь, грязь, грязь. Нет, 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 грязь, грязь. Конечно, грязь. Конечно, это грязь. И здесь мы уже не попадаем. И вот... Хорошая, 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 хорошая. Мне нравится эта лицензия. Они становятся сложнее. И тут уже на... Ну вот на халтуре только получилось как-то там первую лицензию, а дальше все. Попадаем. Все равно на каком-то, да, сейве еду? Вот здесь главное. Да-да-да-да-да-да. И вот тут вот, вот тут вот. Выход, смотри. Лучше. И я сейчас... Ну нет, кстати, не особо. Но он был лучше, но просто я опять же... Вот почему-то мне стрёмно лишний раз. Стрёмно. Хотя игра-то... Это же игра. Тут можно себе позволить. А я все равно, видишь, воспринимаю каждый раз как будто я еду. Я не хочу, чтобы лишний раз там что-то плохое произошло. Хочется ехать чисто так, как бы я ехал в реальной жизни. Не знаю, зачем я это делаю, друзья. Оооо, штрафы. Не понимаю, какие штрафы? Какие штрафы? Нормально, зато красиво было. Чуть бочком тоже иногда хочется. Так, всё, ладно, давайте в сторону все шутки. Вот сразу на отсечке выкрутил вторую. И уже, насколько я вперёд уехал. Оп. Очень опасный поворот. И вот выход хуёвенький получился. Хуевастенький. Я думаю, что это может быть чуть-чуть лучше. Но этого не хватит для золота, друзья. Под засал и выход. Вот поправить выход это было бы золото. Прямо оно сразу, да, ощущается в моменте, что ты делаешь не то. Тут тоже очень на грани, на самом деле, по времени. нам задали... Ой, что-то я не попал. Не попал абсолютно. Я думаю, сейчас нас обгонят. Попробуем зато здесь по-другому сделать. Я думаю, что это... Подожди, да ладно! Слушай, я в моменте не понял. То есть, вот это скольжение... Мы вроде как потеряли время, да, в первом повороте. А с того, что мы за скольжение вошли в другой, нам это сэкономило время, но чуть-чуть, друзья. Вот эти, вот эти начинаются блядские миллисекунды. Ну ладно, я считал, что это не очень достойный проезд на золото был. Поэтому я бы в любом случае ещё раз... Ой, не-не-не-не-не-не. Ну это размашисто очень. Сейчас я думаю, что тут, да... Вот сюда, видишь? Вот она, на скользячке. Я попал туда, куда нужно. То есть, я, может быть, под запорол предыдущий, но компенсировал жёстко за счёт того, что вот на этой скользячке... До свидания просто. Не, не. Ну, это может быть, да, это было похоже, но ты понял, да, опять же, вот выход, ты хочешь его сделать лучше, а получается как бы пока что у меня только хуже. Так-то вроде уже все понятно здесь по траектории, по всему, как здесь можно, тут можно по-всякому. Вторая в отсечке, спокойно ты на третью, ничего не происходит, здесь опять же попадаешь, не попадаешь, и все, и сразу вот оно, пожалуйста, тебе. Да-да-да, штраф, я просто хочу доехать, потому что я хочу понять вот этот сейчас момент для себя, если мы здесь выезжаем, Ну, не, не, здесь подъем, и машина начинает уходить в стос, то есть мы не можем, к сожалению, выезжать там на внешку, и потом очень сложно будет потом законтролировать машину. Сюда-сюда-сюда. Сука, блядский поворот, меня бесит он нахуй. Он очень прям, видишь, и все, и то есть от него все зависит просто. Ты плюс-минус там проходишь одинаково, а вот как ты зайдешь в последний, то есть задача-то, чтобы и вписаться, и как бы и скорость не потерять, а мне стрёмно, мне реально стрёмно. Не, ну это хуйня полный, не попал. Не стрёмно, фига, ребят, вот это, вот теперь я чувствую в сегодняшней серии, что уровень, уровень ушел куда-то вверх. Здесь, конечно, уже не шуточная хуйня начинается. Что с вами, что я делаю? Ладно, давай просто ради интереса, вот, допустим, если вот так вот, что мы имеем, если мы вот так сделаем, здесь, соответственно, мы сделаем... Ну-ка, и последний поворот, что с ним можно придумать, а? Ну что с ним придумать? Закинуть тачку, а дальше ловить ее из-за цепки? Бля, ну это очень сложный поворот, очень сложный. Для эффективного прохождения, то есть понятно, что ты его можешь без проблем пройти медленно, но наша задача это сделать быстро. Ну вот и все, то есть мне нужно более с внешки, что ли, с него попробовать зайти. Подожди, у меня в ма... Ну, реально не читаю, пока не читаю этот поворот. Попробую как-то врулиться, да, наверное, это единственное решение сейчас будет. Ну да, ну да, давай. Грязь какую-то устраиваю, блядь. Ну что я делаю, блядь? Зачем... Знаешь, это тот самый бесячий момент, когда ты, типа... Это как какая-нибудь игра, в которой ты должен в любом случае полностью отрезок пройти. То есть у тебя, типа, поначалу вроде легко, а под конец плохо, и ты начинаешь на начале уже срываться, потому что знаешь, что тебе самое основное это ждет в конце. Это неправильно. Небольшой снос, который может сыграть в пользу. Вообще пиздец полный. Вообще очень... Да тут ты не зайдешь с внешки, ты не зайдешь никак с внешки, ничего ты тут не сделаешь. Я вспотел. Я вспотел, друзья, это показатель, я думаю. Так, давайте я немножко сейчас вот это соберусь. У меня прям руки подзабились. Ну, блядь. Там та же хуйня, та же хуйня просто получ... УРА! Сотые сыграли в мою пользу, друзья. Это, наверное, официально самое расчетливое испытание. Потому что здесь реально прохождение на золото сделано по таймингу так, как нужно. Но я думаю, что, конечно, есть чуваки, которые здесь едут 29-200. Вряд ли из 29-ти я полусекунды здесь не вижу, где можно скинуть. Хотя, возможно, это я не вижу, где их скинуть, а их можно скинуть. Ну, не, ну это чистое просто прохождение. То есть пришлось отточить. Ребят, ну тут прям... Прям потери. Это вот как раз вот... Это главная штука о лицензии. Не, ну вообще, да, как бы особо, без каких бы даже вопросов, нюансов прошел. Так, как и должен был пройти. Все очень даже спокойненько, аккуратненько. Так, а что у нас по рейтингу? Если из 29-ти кто-то выехал, я охуею, реально. Охуеть. Пацаны, ну вы вообще психи. Не, я не смог. Вот это я даже... Я бы... Ну, наверное, мой предел какой-нибудь 29-400 с копейками ближе к 29-500. Хотя, опять же, возможно, тут вопрос времени. Сколько ты потратишь на эту лицензию? Спасибо за лотерейный билет. Так, и, друзья, давайте посмотрим, что же у нас там с Subaru. Я уверен, там тоже пацаны нашли способ ехать. Там нужно просто понять до конца, где ты можешь сэкономить, где не сэкономить. Я думаю, что если... Ну, типа 34-400, если там кто-то проехал, я не удивлюсь. Я тебе говорю, здесь просто нужно вкататься. Вот это реально позволяет... Это вот как раз речь о том, что я не вкатался. Я помните, сказал, что когда зимний идет сценарий, зимняя эта самая херня, в Гранд Туризме всегда дается намного больше времени, нежели вообще ты можешь пройти. Просто я не вкатался, как бы вот, а пацаны вкатались и 3 секунды скинули. Нормально, блядь. Ну что, друзья, сегодня так, тренировка прошла успешно. В следующей серии нас с вами ждет и Lexus, и Cayman, кстати, который не должен нас подвезти. Хороший автомобиль, думаю, все получится. И даже вот такой Maserati MC20, и M2 Competition, 959 Porsche и LFA. Если уж повезет, дойдем до конца. И нас с вами будет ждать последний экзамен в международной B лицензии. Друзья, огромное спасибо за просмотр. Оценивайте видосик. Подписывайтесь на канал, если вы тут впервые. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать следующие серии. Оставляйте ваши комментарии. До новых встреч. Всем удачи и всем пока-пока, друзья.